Данный материал содержит элементы рекламы. Ну, а сейчас немножечко мы с другой стороны на Евровидение посмотрим. Давай. Так, британская корпорация BBC представила логотип и слоган конкурса Евровидения, который в этом году пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Слоганом конкурса стали слова, объединенные музыкой. Логотип же конкурса состоит из сердец разного цвета, которые бьются в унисон. При этом при выборе цветовой схемы изображения за основу были взяты цвета флагов Украины и Великобритании. В BBC заявили, что слоган и логотип отражают сами корни конкурса. В этом году в Евровидении примут участие 31 страна, в финал пройдут 20 конкурсантов, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, большой финал 13 мая. Вне зависимости от того, кто поедет от нас, будем болеть за наших и поддерживать. За наших и болеть будем обязательно, а прямо сейчас поговорим также обязательно про сегодняшнюю дату. 6 февраля 1900 года впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море. Оторвало и унесло в море льдину с пятью десятью рыбаками. И казалось бы, вроде первый сигнал бедствия на море должен быть как-то связан с плавучими средствами, но не с льдиной. Нет, оказывается по-другому. Где-то тихо пил мамонтенок. Да, пусть мама услышит. Спаси их мог только ледокол. Ледокол немедленно вышел, всех спасли, и все обошлось благополучно. Главное, что все обошлось благополучно, как ты сказал. Не будем других слов подбирать. Спасибо, что ты процитировала меня целиком в области. Я хотела подобрать другое слово к этому моменту, но тем не менее. Хорошо, что все хорошо. Ладно, далее еще несколько интересных событий, связанных с сегодняшней датой. 6 февраля 2004 года в небе Таиланда наблюдалось удивительное атмосферное явление. Сразу 357 парашютистов составили гигантский цветок из собственных тел, окрашенный под национальный флаг этой страны. Так спортсмены установили новый мировой рекорд в купольной акробатике. Для участия в этом трюке в январе в Таиланд съехались ведущие парашютисты из 42 стран мира. Этот рекорд был недолгим и продержался всего два года. Уже в 2006 в небе Таиланда был установлен новый рекорд. 400 парашютистов построили в небе ромашку из собственных тел. Праздник, который с удовольствием отмечают на всех континентах 6 февраля, носит название «Международный день бармена». Мастера, проводящие за стойкой всю смену, создают для нас потрясающие вкусные коктейли с разными оттенками. В среднем бармены с высокой квалификацией за смену вручную могут приготовить порядка 100 коктейлей. А еще они с необычайным уважением относятся к Библии бармена – своду секретов мастерства. Ежегодно 6 февраля отмечается день замороженного йогурта. Замороженный йогурт почти как мороженое, но полезнее и намного лучше. Этот продукт содержит меньше сахара и является отличным источником калия и кальция, однако наслаждаться им надо в миру. Замороженный йогурт подается во многих вкусах и стилях. Если добавить немного свежих фруктов, соус, орехи, кокос, взбитые сливки, то это обогатит вкус десерта. Как вы думаете, что, по мнению нашей редакции, является самым эффектным приемом в женском макияже? Мнения разделились, мы провели суровую работу, опросили всех дам в нашем коллективе, и почему-то на первое место попали стрелки. Потому что стрелки хороши во всех видах, черные и цветные, блестящие и матовые, тонкие и широкие. При всей популярности и разнообразии стрелок они до сих пор ассоциируются с чем-то довольно сложным и требующим особого мастерства. Хотя, может быть, это не совсем так. Делимся дальше простыми советами. Из года в год, из сезона в сезон, стрелки для глаз не теряют своей популярности. Тонкая линия подводки вдоль века и вздернутый кончик – это женственно и элегантно. Классические стрелки, как у Мэрилин Монро, пожалуй, одни из самых популярных. С них, кстати, лучше всего и начинать учиться этому виду макияжа. Ширину и интенсивность линии можно выбирать в зависимости от случая. Для повседневного образа лучше выбрать тонкую линию, а широкую – для вечернего мейкапа. Не менее популярной, но более сложной, а точнее, время затратной считается растушеванная стрелка. В отличие от классической, этот тип обводки делает образ более чувственным и создает эффект кошачьих глаз. Достигается это за счет некой дымки во внешнем уголке, а не четкой и подчеркивающей изгиб ресниц линии, как при классическом виде. Помимо этих двух типов стрелок, также существуют цветные или арт-стрелки с использованием глиттеров, специальных объемных материалов. Классические или растушеванные стрелки всегда можно сделать более громоздкими или четкими, что придаст образу рок-н-ролльное настроение и особую кинематографичность. Универсального средства по созданию стрелок нет. Кому-то проще рисовать их карандашом, кто-то обожает гелевую подводку. Все методы имеют свои особенности в нанесении и разный эффект. Карандаш – вариант для новичков или любителей нюдового макияжа. Стрелки будут смотреться мягко и естественно. С помощью карандаша удобно учиться рисовать стрелки, потому что все недочеты можно легко растушевать. Еще карандаш удобно использовать, чтобы задать правильное направление линиям, а поверх нанести более стойкое средство. Лайнером можно быстро провести тонкую четкую линию. С ним справится даже неопытный мейкапер. Отлично подходит для повседневного макияжа и хорошо держится в течение дня. При выборе лайнера обращайте внимание на толщину кончиков ломастера. Чем он тоньше, тем удобнее. Гелевая подводка хороша как для четких графичных линий, так и для растушевки. А вот жидкая подводка не совсем податлива, поскольку быстро высыхает на коже. Чтобы нарисовать идеальную стрелку, важно учитывать самый главный момент. Ее кончик должен стать как бы устремленным вверх продолжением ресничной линии нижнего века. Таким образом взгляд будет более открытым. Одни визажисты и блогеры рекомендуют сначала нарисовать линию по межресничному контуру, затем поставить точку, которая станет кончиком предполагаемой стрелки, и соединить их от центра к краю. Другие предлагают использовать кусочек скотча или специальные трафареты, которые клеятся у основания нижнего века по направлению ресничной линии. Такой способ позволяет нарисовать ровные и аккуратные стрелки, но усложняет процесс и не ускоряет приобретение навыка. В любом случае идеальные стрелки – результат тренировок и экспериментов. Так что пробуйте разные варианты, пока не найдете свой. Роскошные волосы! Украшения любой женщины. Так что много идей по уходу за волосами не бывает. Именно поэтому мы подготовили для вас несколько эффективных рецептов на основе компонента под названием имбирь. Да-да, и он спасает не только от простуды, но и может помочь вам сделать локоны безупречными. Благотворное воздействие корня имбиря на волосы обусловлено набором питательных веществ, которыми он богат. Белок не дает разрушаться в структуре волоса под воздействием негативных факторов. Магний, фосфор, калий, цинк, железо и кальций, насыщая локоны, улучшает качество жизнедеятельности тканей и клеток. Эфирное масло, содержащееся в имбире, помогает бороться с перхотью и обладает лечебными свойствами. Аминокислоты придают блеск и упругость. Агенгерол улучшает кровообращение в тканях, укрепляет сосуды и стимулирует рост волос. Мы покажем, как сделать четыре маски для разных типов волос. Для каждой маски понадобится свежий очищенный имбирь. Снять кожицу проще всего обычной ложкой. Затем корень натираем на терке и процеживаем. Для жирных и комбинированных волос смешайте в равных пропорциях имбирь и мед. Для волос, склонных к сухости, применяйте маску из яичного желтка и такого же количества имбиря. Для тех, кто хочет усилить блеск волос, рекомендуем делать следующую маску. Смешайте в одинаковом количестве измельченный и процеженный имбирь и масло жжеба. И последняя маска для роста волос состоит из двух компонентов – репейного масла и имбиря, смешанных в пропорции один к одному. Обращаем ваше внимание на ряд правил и мер предосторожностей, которых следует придерживаться при использовании имбирных масок. Первое. Наносить смесь стоит перед мытьем волос на слегка влажные локоны. Второе. Не стоит интенсивно всирать маску в корни. Достаточно легкого нанесения. Третье. Время выдержки – 10-15 минут. Этого хватит для эффективности. Не передерживайте. Четвертое. Наносите маску сразу после приготовления. Тертый имбирь быстро теряет свои свойства. Пятое. Выдерживайте маску под воздействием тепла. Для этого используйте пищевую пленку или пакет, а наверх – махровое полотенце, платок или шапку. Шестое. Периодичность процедуры – два раза в неделю при лечении или отращивании волос и один раз в неделю для профилактики. Седьмое. Спустя два месяца регулярного применения стоит сделать перерыв на 30-40 дней. И последнее правило – обязательно тестируйте маски на небольшом участке кожи. Когда речь заходит о здоровом питании, специалисты советуют есть больше сезонных фруктов и овощей. Вопрос. Какие у нас зимние сезонные фрукты и овощи? Но речь все-таки здесь идет о том, что осенние подтягиваем, осенние. Ну и про зимние тоже. Почему нет? Вот, например, сейчас сезон мандаринов пока еще длится. Классно, классно. Это не совсем наш фрукт. Давай будем честными. Слушай, у нас бананы дешевле, чем помидоры. К сожалению. Приближается весна – время, когда необходимо восстанавливать ослабленный за зиму иммунитет и делать это вкусно. Предлагаем вашему вниманию рецепты полезных витаминных смузи. Первая информация о смузи появилась еще в прошлом веке, а точнее – в начале 70-х годов. Именно тогда в США появилось первое в своем роде здоровое кафе. В нем готовили коктейли из перетертых в блендере фруктов и ягод – смузи. Смузи – это однородный густой напиток, который приготовлен из свежих или свежезамороженных ягод, фруктов или овощей, измельченных до пюреобразного состояния в блендере. Также не исключается добавление орехов, молока или зерновых хлопьев. Главный секрет популярности смузи – в легкости приготовления. Все, что нужно – выбрать желаемые ингредиенты, поместить их в чашу блендера и смешать до однородного состояния. Чаще всего полезный напиток готовят в летний период, когда ягоды и фрукты доступны в большом количестве. Но зимой он полезен еще больше, ведь именно в зимний период организму недостает витаминов. А такие коктейли – это кладезь полезных веществ. Предлагаем несколько простых и доступных рецептов приготовления напитка. Для первого варианта нам понадобится один апельсин, имбирь и банан. Апельсин нарезаем дольками, очищаем от кожуры и избавляемся от белых волокон. Небольшой кусочек имбиря очищаем от кожуры, нарезаем на кусочки и также отправляем в чашу. Очищенный банан нарезаем кружочками и соединяем с другими ингредиентами. Взбиваем все в блендере и цитрусовый смузи готов. Для второго рецепта нам понадобится 75 граммов готовой тыквы, очищенной от кожуры яблока, немного грецких орехов и полстакана воды. Соединяем все это в чашу блендера, добавляем немного корицы для вкуса, воду и взбиваем. Кстати, еще можно добавить сюда немного ванильного экстракта, будет очень кстати. На вкус смузи очень похож на тыквенный пирог, он очень яркий и ароматный. Для третьего смузи нам понадобится свекла, морковь и яблоко. Яблоко очищаем от сердцевины и нарезаем кубиком. Также нам понадобится один стакан воды. Измельчаем все ингредиенты до однородного состояния и вкусный полезный смузи готов. Данный материал содержит элементы рекламы. Солнечно-оранжевые вкусные ароматные томатные лепешки покарают. Они покарают лишними калориями, но при всем при этом покаряют простотой и красотой. С начинкой можно экспериментировать. Подойдут лепешки на перекус к чаю вместо хлеба к супу. Делимся дальше рецептом яркого блюда. Список ингредиентов для блюда. Мука, томатный сок, растительное масло, соль, филе индейки, сыр и зеленый лук. Приготовим тесто. В кастрюле наливаем 200 мл воды, столько же томатного сока. Насыпаем пол чайной ложки соли и добавляем 4 столовые ложки растительного масла. Ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем ее с плиты и сразу насыпаем 400 г муки. Быстро перемешиваем ложкой, чтобы заварилась мука. Тесто перекладываем в миску. Еще немного перемешиваем ложкой. Когда оно остынет до более комфортной температуры, вымешиваем руками. Готовое тесто накрываем крышкой. Займемся приготовлением начинки. Полкилограмма отварного филе индейки нарезаем брусочками. Можно использовать другое мясо, ветчину или колбасу. 400 г сыра трем на крупной терке. Мелко нарезаем пучок зеленого лука. Из готового теста формируем длинную колбаску. Разрезаем ее на 16 одинаковых частей. Из каждой скатываем шарик. Все шарики перекладываем в миску и накрываем крышкой, чтобы они не заветривались. Берем один шарик и раскатываем его в тонкий круг. Тесто катается очень легко. Оно податливое, мягкое и приятное на ощупь. Лепешку кладем на раскаленную сковороду. Смазывать ее ничем не нужно. Жарим на среднем огне одну минуту и переворачиваем на другую сторону. С одной стороны лепешки кладем начинку. Выкладываем подготовленное мясо, тертый сыр и зеленый лук. Накрываем начинку, складывая лепешку пополам. Жарим ее полминуты и переворачиваем на другую сторону. Через еще полминуты снимаем со сковороды. Смазываем сливочным маслом. Таким методом жарим все лепешки. Красочное и вкусное блюдо готово. Наслаждайтесь! Джеймс Кэмерон понемногу раскрывает секреты третьей части «Аватара». В отличие от второй части действия, которое происходит в воде, на воде и около воды, триквел расскажет о культе огня. Огонь имеет символическое значение в фильме и на этом построена целая культура. Да, кстати, на самом деле, глядя «Аватара», лучше вдумываться, потому что, ох, сколько он там пасхалочек наставлял. В следующей части будут представлены две абсолютно новые культуры. Мы уже познакомились с кланами Аматикая и Меткаина, а теперь нам предстоит знакомство с двумя совершенно новыми культурами. И это позволит еще более свободно путешествовать по миру Пандоры, заглянуть в новые места. Премьера «Аватара-3» назначена на 19 декабря 2024 года. Бенгальские кошки бывают трех видов. Снежный бенгал среди них – редкость, а наши коллеги познакомились с таким. Я не знаю, почему-то мне, когда говорят «бенгальская кошка», у меня первая ассоциация с бенгальскими огнями. Нет, а я сразу вспоминаю… Красиво горит. Ну, это не кошка, это что-то между кошкой, тигром и собакой. Они же огромными вырастают. Да, 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 очень добрые кошечки. Хозяева таких питомцев рассказали о характере и особенностях содержания представителей данной породы. Так что посмотрите и решайте, хотите вы себе такую киску или нет. Снежный бенгал и Клер в семье Людмилы словно третий ребенок. Ее младшей дочери Анне 6 лет. Так вот, они с котиком как погодки. Их день проходит в постоянных играх, в каких-то затеях, потому что он на самом деле очень смышленый и постоянно что-то придумывает. Кроме Эклеры дома живет и другой бенгал, классический. И считается, что то питомец старшей дочери, поэтому, когда Аня подросла, она тоже попросила себе пушистого друга. Людмила была не против завести еще одну бенгальскую кошку. Просто хотелось чего-то необыкновенного, но с таким же характером и темпераментом. И оказалось, ее любимые бенгалы есть и в белом цвете. Снежный окрас пока довольно редкий, а потому про него раньше и не слышала. Когда мы увидели снежных бенгалов, это был вау-эффект, это было очень необычно. Эти голубые глаза просто два бездонных океана, они покоряют. С такими голубыми глазами, кстати, рождаются только кошки окраса линкс. А вообще снежные бенгалы бывают в трех расцветах. Вышеупомянутые линксы, сепия и минки. Эти кошки в своей генетике скрывают очень много интересных фактов, в том числе и ген сиамского окраса. И у бенгалов начали появляться совершенно новые красивые окрасы. У минка глаза, знаете, аквамарин цвет, то есть голубой с зеленым, смешанный. И эти котята рождаются уже с пятнышками и с возрастом насыщаются еще более окрас. Ну и у сепии у них такой желтоватый цвет глаз, и они самые темные. Но не только окрасом снежные бенгалы отличаются от классических. В процессе селекции этих кошек скрещивали и сиамскими, и с бурманскими, и с американскими короткошерстными. Поэтому у них и темперамент получился более, скажем так, компанейский, нежели у уже привычных нам бенгалов. Те тоже ребята дружелюбные, но на руках не очень любят сидеть. А вот снежные сами частенько запрыгивают на колени. Их даже используют в филинотерапии. Это такой метод реабилитации, дословно лечения общением с кошками. Им крайне важно, чтобы рядом находился человек, поскольку они любят общаться, ну, разговаривать. Они любят гулять на улице, их можно приучить гулять на шлейке, на поводке. То есть это кошки, которые с тобой за любой кипиш. В общем, завести такого питомца просто для интерьера не получится. Да, они, несомненно, украсят любой дом, но с ними обязательно надо заниматься. Многие даже сравнивают снежных бенгалов с собаками. Этакие котопес в леопардовой шубке. Их и правда надо воспитывать, как каких-нибудь терьеров, играть и по-хорошему выгуливать. А то от скуки эти первоклассные охотники, а напомним, бенгалы – это гибрид домашней кошки и настоящего дикого хищника, перевернут ваш дом вверхном. Бенгалы – очень активные кошки, очень любят играть. Это интеллектуальные кошки, их можно обучать трюкам. Ну, не знаю, элементарные трюки – это когда ставится какое-то препятствие, и при помощи махалки мы учим кота перепрыгивать через это препятствие, потом через несколько препятствий идти как ты змейка, и с помощью просто элементарной игрушки, да, тизера, да, как его называют, можно его научить всевозможным командам. Молодец! Ну или если вам некогда особо заниматься с котиком, заведите второго бенгала. Эти кошки легко принимают новых четвероногих членов семьи. В уходе сложности не особо добавится. Маленьких снежных барсов не надо часто мыть и чесать, хотя купаться они любят. У них и так очень красивая шерстка, блестящая и гладкая, как шелк. И они, как и их лесные предки, практически не линяют. Со здоровьем у них, благодаря все тем же диким кровям, тоже все в порядке. Иммунитет крепкий, болеют редко, живут обычно лет 15. Есть и те, кто до 20 здравствует. Но особое внимание надо уделять сердцу из-за риска развития гипертрофической кардиомиопатии. Перед операцией, или, допустим, когда животное уже ближе к году, обязательно проходить кардиообследование. Смотреть, нет ли проблем у них с сердцем, потому что бенгалы предрасположены к проблемам. И в основном это порода здоровая. Ну что ж, теперь давайте подведем итоги. Традиционный список достоинств и недостатков начнем с минусов. Очень активные, если их не занимать, будут шкодить. Требуют к себе много внимания. Предрасположенность к болезням сердца. Плюсы. Эффектная внешность дикого хищника. Ласковые и общительные даже используются в филинотерапии. Игривые, легко обучаются. Снежный бенгал маленькой Анны, к слову, уже кое-что умеет. Его, конечно, не дрессировали, как овчарку. Он сам научился вроде простым, но все же забавным трюкам. На камеру, правда, демонстрировать свои таланты постеснялся. Но когда они вдвоем играют с девочкой, он приносит ей мячик или плюшевых мышек и встает, как зайчик на задней лапке. Английский миллионер Дэйв Фишвик планирует после смерти раздать большую часть своего состояния. Бизнесмен считает, что оставить свои миллионы следующим поколениям будет бременем. И вместо этого они должны усердно работать ради своих денег. Да. Далее цитата. Очень важно, чтобы дети усердно работали. Потому что я видел много людей, которые стали успешными и богатыми. Они балуют своих детей, а дети вообще ничего не понимают в деньгах, заявил миллионер. И вы знаете, очень хочется, чтобы это видео увидел миллионер. И вот просто вот такое вот, знаете, от души обращение. Дэйв, даже лучше не Дэйв, папа, не все дети одинаковые. Далее, я думаю, можно сделать свои выводы. Ну так, чуть-чуть совсем, чуть-чуть. А сделать выводы относительно сегодняшнего дня или хотя бы что-то спрогнозировать, помогут, как всегда, подсказки свыше. Астрологический прогноз прямо сейчас. Овен. Сегодня вы наверняка узнаете то, что позже окажется полезным. День подойдет для того, чтобы учиться новому, собирать информацию, анализировать данные, полученные из разных источников. Вы быстро поймете, чей опыт может вам пригодиться. Прислушайтесь к хорошим советам. Телец. Вас ждет насыщенный и яркий день. Во многом он будет таким именно благодаря вам. Вы с энтузиазмом возьметесь за дела, к которым долго не решались подступиться. Не испугаетесь сложных задач. Многое будет даваться проще, чем обычно. Близнецы. День может сложиться даже удачнее, чем вы ожидали. Он наверняка порадует хорошими новостями и предложениями. В делах стоит положиться на интуицию. Она подскажет, на чем нужно сосредоточиться сейчас, а что может подождать. Рак. Что бы ни происходило сегодня, старайтесь сохранять спокойствие. Это будет не так-то легко, потому что эмоциональный фон окажется нестабильным. Лучше не говорить лишнего, не делиться с окружающими своими секретами и не обсуждать чужие. Лев. День будет благоприятным для общения. Сегодня вы сможете найти подход к тем, кто обычно очень требователен, настроен критически и всегда замечает чужие недостатки. Удастся держать верх в спорах, причем вы докажете свою правоту, никого не обижая. Дева. Начало дня будет насыщенным. Будьте готовы решать несколько вопросов сразу, заниматься сотней дел одновременно. Это непросто, но вы справитесь. Организованность и самодисциплина помогут не отвлекаться на пустяки. Весы. Удачный день. Спокойно, без суеты и лишних волнений, решая одну задачу за другой, вы не только заслуживаете одобрения руководства, но и становитесь претендентом на высокую награду, которая может выражаться как в виде увеличения зарплаты, так и в виде повышения по службе. Скорпион. Несмотря на влияние неблагоприятных тенденций, скорпионам удается провести этот день с пользой. Вы не упускаете возможность решить и профессиональные, и личные проблемы. Сегодня можно воспользоваться старыми знакомствами или проверенными связями в деловых интересах. Стрелец. Стрельцам сегодня придется туго. Вы не только непоследовательны, но и доверчивы, что и становится причиной многих ложных шагов. В вашем окружении появляются люди, способные на провокации и манипуляции, а интуиция сегодня, увы, не подскажет, на кого можно рассчитывать. Козирог. Можно столкнуться с неприятностями финансового характера. Это один из тех дней, когда с чужими деньгами лучше дела не иметь, а свои забыть дома. Целее будут. С руководством обращайтесь осторожно. Не проявляйте чрезмерной инициативы, когда речь идет о сложных проектах. Водолей. Настройтесь на решительный лад. Сегодня вы многого добьетесь, если не захотите довольствоваться скромными достижениями. Многие задачи, прежде ставившие вас в тупик, удастся решить на удивление быстро. Люди, прежде сомневавшиеся в ваших талантах и способностях, изменят свое мнение. Рыбы. День будет трудным, если вы с самого утра не сосредоточитесь на деле, которое представляет для вас наибольший интерес. Старайтесь не отвлекаться на решение второстепенных задач. Действуйте без лишней спешки. Поступайте в соответствии с заранее составленным планом. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Если только что мы говорили про лепешки, вроде такое простое, элементарное блюдо, то прямо сейчас мы поговорим о кулинарных шедеврах. О вещах, вкус которых поймет настоящий гурман. Вот, казалось бы, для простого человека вот брынза и помидорки. Ну что в этом такого? Ну нет, ну не скажи. Подожди, а если ты берешь помидоры, которые пахнут землей? Которые пахнут помидорами, как минимум. Которые ты только что снял с грядки, сорвал они теплые. Ты их помыл, просто протер и вдохнул этот запах. И кайф. А перед этим ты участвовал в процессе приготовления брынзы этой, да? Неважно. Вот ты взял хорошую, правильную овечью брынзу, соединил. И если человек умеет находить тонкости, только в этом случае он оценит полноту и гармонию этого вкуса. Вот. Именно об этом. Далее. Бренд-амбассадор наших партнеров. Сети магазинов «Максимум». Всем доброе утро. Я Дмитрий Бойко. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными кулинарными рецептами или идеями к вашему завтраку, да и не только. Ну, сегодня на повестке дня очень простое блюдо, но для начала хочу вам всем рассказать такую штуку. Знаете, вот когда бывает иногда такая тема, что вы, например, покупаете какую-то новую технику, ну, неважно, там, вафельницу, сковородку, ну, что-то такое. Вам постоянно хочется в ней готовить. То есть вы не можете от нее отлипнуть. Потом она вам надоедает какое-то время, ну, и вы, собственно говоря, ее откладываете. Но потом, вдруг, незначая, вы так обнаруживаете ее и вновь начинаете по новой все по кругу, опять там, вафли какие-нибудь или это, тостер, вот что-нибудь такое. Начинаете блендер постоянно использовать, ну, и так далее. Вот у меня то же самое происходит всегда в жизни. Уже, несмотря на то, что очень долгое время я работаю с аэрофритюром, у меня бывает такое, что я могу оп, и опять его достать, и вот у меня все как бы вокруг аэрофритюра начинает крутиться. Сегодня будем тоже готовить в аэрофритюре. Покажу очень простой и классный рецепт маринованных и запеченных цукини. Только вначале два слова по поводу аэрофритюра. Аэрофритюр – это вот такая вот вещь. Он бывает в самых разных моделях, но принцип у него один и тот же. Он готовит без масла. Он готовит по технологии фри. Ну, то есть, как бы мы привыкли к тому, что технология фри – это что-то, жареное в большом количестве масла или жира. А он готовит по той же самой технологии, только без масла, при помощи исключительно горячего воздуха, который очень-очень сильно вентилирует. Ну, и, собственно говоря, получается все тот же самый эффект. Наггетсы, картошка фри, ну и так далее. Такая небольшая мини-духовочка, очень классная. Сегодня готовлю цукини. Очень простой, очень классный рецепт. Давайте начнем готовить. Итак, для начала вот у нас есть такие небольшие цукини. Они сейчас продаются. Нам нужно с вами их для начала зачистить. И, возьму вот этот ножик. И мы должны, знаете как, вообще на самом деле у нас, кстати, не привыкли. Я помню, когда я работал в одном из заведений, у нас вообще к этому не привыкли, что удивительно для меня. Но вообще цукини можно есть в сыром виде. Ну, то есть, у нас почему-то вот не любят их есть в сыром виде. Очень странно для меня. Ну, да ладно, как бы не любят и не любят. Так вот, берем цукини. Я его порежу, наверное, на две части для того, чтобы как бы все у меня хорошо поместилось. И чуть-чуть ему срежу вот так вот, чуть-чуть срежу ему дно для того, чтобы он, знаете, был устойчив в моем фритюре. А вот это потом буду использовать для супа с брокколи. Ну, то есть, кто-то готов, все же любят суп с брокколи или цветной капусты. Туда можно тоже цукини сделать. А вот эти вот как бы краешки я исключительно забираю для того, чтобы у меня сами половинки были устойчивы в моем фритюре. Итак, что нам нужно сделать для начала? Я взял какую-то слишком большую какую-то миску, ну да ладно. Для начала нам нужно их слегка замариновать, наши цукини. Чем будем их мариновать, ребята? Очень просто. Немного оливкового масла, конечно же, чуть-чуть. Немного соевого соуса тоже нужно сюда добавить. Он придарит, придаст такую, знаете, чуть-чуть восточную ноту нашим цукини. Чуть-чуть совсем. Но, несмотря на то, что я добавлю соевого соуса немного, я все равно добавлю чуть-чуть соли. Потому что, ну, типа, нужно чуть-чуть соли для того, чтобы даже цукини дали немного сока, выделили. Чуть-чуть соли. Есть. Я добавлю немного паприки. Есть. Прекрасно. И совсем-совсем чуть-чуть сбрызну их лимонным соком. Это можно сделать в самом конце, но дело в том, что я буду добавлять сыр с голубой плесенью, а он тоже очень ароматный. Поэтому я лучше это сделаю в самом начале. Чуть-чуть. Для такой свежей ноты добавляю чуть-чуть сока лимона. Ого, какой у меня сочный лимон сегодня попался. Обычно они такие сухие, из них, знаете, фиг, что выдавишь, как говорится. Есть. Разогреваю хорошо свой аэрофритюр. Мариную. Оп. Пускай пока здесь замаринуется слегка, а я вам пока расскажу несколько интересных принципов. Дело в том, что здесь есть в самой чаше, есть вот такая вот съемная вещь, съемная чаша. Она с специальными отверстиями, которые позволяют хорошо гонять в воздуху. Но я, знаете, как называется, умная хозяйка, я для того, чтобы все равно, знаете, есть масло там чуть-чуть. Его, конечно, не так много, как в жире в основном, ну вот в аэрофрит, во фри, да, когда там просто опускают все прям в жир, в масло. Я все равно не хочу потом заморачиваться с мойкой, посудой и так далее, прочее, прочее. Поэтому я перестрахуюсь и сюда в чашу саму заложу пергамент. Он защитит дно от всевозможных брызг и будет все у нас хорошо. Есть. Итак, выставляем. Смотрите, какие у меня классные получились цукини. Ммм, прекрасно. Выставляю раз. Выставляю два. И у меня осталось здесь на донышке. У меня осталось здесь чуть-чуть от этого соуса. Я его тоже вот так вот сверху полью. И самый главный гвоздь сегодняшней программы, это, конечно же, сыр с голубой плесенью, который я тоже сейчас добавлю. Но не слишком много. Несколько небольших кусочков будет достаточно реально для того, чтобы придать нашим цукини легкий аромат и такую характерную корочку. Поэтому я возьму небольшой кусочек и прямо сверху на цукини в хаотичном порядке. Вам, конечно, не видно, но вы понимаете, что я делаю. Это несложно догадаться, да? Ничего страшного. И вот чуть-чуть прямо сверху на цукини положу немного голубого сыра. Все. У меня все готово. И я запускаю все во фритюр. Здесь есть две очень простые системы управления. Первое – это температура, которую вы выбираете для того или иного блюда. И второе – это таймер. Сколько должна эта вся история готовиться. Плюс ко всему еще практически у каждого аэрофритюра от любого бренда, который представлен у нас здесь в магазине, практически у каждого есть подсказки. Что, например, рыбу или там мясо, или птицу, или овощи нужно готовить столько-то минут при такой-то температуре. Все, что нам осталось сделать – это дождаться нашего результата и посмотреть, что у нас получится. А пока я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы не забывали следить за нами в наших официальных социальных сетях – максимум.мд, на платформе Фейсбука, Инстаграма, Тиктока, Ютуба. И я рекомендую вам вот как можно активнее во всем поучаствовать, потому что мы в ближайшее время готовим еще один очень интересный проект, который будет исключительно в интернете. Поэтому следите за нами еще более внимательно. Ну а нам осталось дождаться результата и посмотреть, что получится с нашими маринованными кабачками. Самое главное – помните о том, что им не нужно очень много. Помните о том, что их можно есть даже в втором виде, поэтому как только появится корочка в течение 4-5 минут, все, можно доставать и сервировать. Ну что, наши кабачки готовы, цукини-кабачки. Я буду их доставать. И для начала приготовлю тарелочку себе. Как должен прозвучать сигнал? Сигнал звучит так. Я ускорю процесс, но вы поймете. Оп, все, значит, все готово. Видите? Не ошибетесь. Ммм, прекрасно. Казалось бы, супер простое блюдо, но при этом очень полезное, приготовленное без огромного количества масла и жира. Супер ароматное, состоящее буквально из двух продуктов. Я рекомендую вам обязательно попробовать этот рецепт и обратить внимание на аэрофритюр на вашей домашней кухне. Это реально полезная вещь. Ну а меня зовут Дмитрий Бойко. Увидимся с вами в следующих выпусках. Счастливо. Пока. Уборка с использованием химических чистящих средств может сделать кожу рук грубой, вызвать покраснение и даже аллергическую реакцию. Ну и согласитесь, такие побочные действия явно никого не радуют. Поэтому как защитить нежную кожу рук от пагубного воздействия бытовой химии? Об этом далее. Бывает так, что после уборки на коже появляются неприятные ощущения. Зуд или жжение. С ними справятся сильнодействующие аптечные средства. Но чтобы избежать появления дискомфорта, придерживайтесь простых и эффективных правил. Перед наведением порядка в доме смажьте руки питательным кремом, а поверх наденьте резиновые перчатки. Если работать в перчатках неудобно, используйте силиконосодержащие кремы. Они образуют защитную пленку от бактерий и пыли. После уборки такой состав легко смыть водой. Избегайте контакта кожи с химическими веществами. Но если попадание все же произошло, намыльте руки низкощелочным мылом. Оно нейтрализует раздражающие действия химических веществ. Завершив уборку, вымойте руки водой и антисептическим мылом с травяными экстрактами. Вода должна быть теплой. Горячая сушит кожу и обезжиривает, а от холодной ладони могут шелушиться. В завершение попалуйте ручки специальной маской. Смешайте по чайной ложке оливкового масла, меда и добавьте несколько капель лимонного эфирного масла. Нанесите на руки. Наденьте полиэтилену и перчатки на 40 минут. Осталось смыть состав и нанести питательный крем. Джеймс Кэмерон понемногу раскрывает секреты третьей части «Аватара». В отличие от второй части действия, которая происходит в воде, на воде и около воды, триквел расскажет о культе огня. Огонь имеет символическое значение в фильме, и на этом построена целая культура. Да, кстати, на самом деле, глядя «Аватара», лучше вдумываться, потому что, ох, сколько он там пасхалочек наставлял. В следующей части будут представлены две абсолютно новые культуры. Мы уже познакомились с кланами Аматикая и Меткаина, а теперь нам предстоит знакомство с двумя совершенно новыми культурами, и это позволит еще более свободно путешествовать по миру Пандоры, заглянуть в новые места. Премьера «Аватара-3» назначена на 19 декабря 2024 года. Еще при жизни она стала настоящей легендой, создав в кино один из совершенных женских образов и оказав большое влияние на моду, стиль и женское сознание. Она представляла собой шокирующий тип прекрасной и обаятельной женщины, одновременно порочной и невинной, вызывающей сексуальной и при этом неприступной. Ее судьба замешанная на искусстве, политике и сексе. Ее одиночество в конце жизни все еще вызывает интерес и споры. Мария Магдалена или Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса, певица, секс-символ. Сегодня о ней наш рассказ. Так ты, шанхайская лилия, прекрасный белый цветок Китая. Ты слышал обо мне? Одна из величайших актрис в истории, ровесница ушедшего века, женщина-миф Марлен Дитрих, настоящая аристократка, а от ее чарующего голоса все просто сходили с ума. Но за роскошным фасадом прячется страшное, как и все сказки. История о Золушке, которая невероятным чудом перенеслась из жуткой предвоенной Германии в блистательный Голливуд. И, конечно же, все благодаря счастливому случаю. Мария Магдалена, или просто Лена, родилась в Берлине начала 20-х годов в семье небогатых аристократов. Мама держала свой магазинчик, папа работал в полиции. И накануне Первой мировой семья еле сводила концы с концами. Они постоянно переезжали. И в результате осели в районе, где оселилась нищая творческая богема. Так Лена стала настоящим ребенком улиц. Опереточные театрики, кабаре, странные смешные люди в причудливых нарядах. Все это завораживало маленькую, одинокую девочку. Маме на нас с сестрой было наплевать. Она была властная, строгая. Мы ее боялись. В детстве со мной больше играл отец. Он меня действительно любил. Но любимый папа умер от тяжелой болезни, когда девочке было всего семь. А мама тут же выскочила замуж. Ведь тяжело в одиночку тянуть двоих. Правда, выяснилось, что новый муж детей ненавидит. И малышку отдали в школу-интернат, где она провела все детство. Училась плохо. Даже аттестат не получила. Ведь некому было радоваться ее успехам. Но двойки по математике не беспокоили Лену. Она быстро поняла, что ее призвание – творчество. Я мечтала стать профессиональной скрипачкой. Но, видимо, от пережитых стрессов у меня началось страшное воспаление сухожилий руки. Я не могла играть. И в музыкальную школу меня не взяли. Спасением стало кино. По вечерам девочка сбегала из интерната и сидела в кинотеатрах, не пропуская ни одной премьеры. Немое кино в те жуткие предвоенные времена было чудом – окном в другой мир. Закончив школу, девушка меняет имя на Марлен и решает стать актрисой. Мать в шоке. Она лучше задушит дочь своими руками, чем пустит ее в этот мир разврата. Угроза выгнать девушку из дома не действует. Марлен уходит сама. Я начала жизнь с нуля, с самого дна. Задачи я ставила перед собой нереальные, но я была отродолюбивая и верила, что стану великой. Меня не пугали никакие работы. Я была и официанткой, и танцовщицей-кабаре, и уборщицей. А параллельно училась на курсах начинающих актеров. Меня часто выгоняли с работы. Но я находила новую. Я вообще легко относилась к неудачам. С 18 лет Марлен наконец начала сниматься в том самом немом кино. Правда, фильмы, в которых она снялась, были такие ничтожные, что даже не остались в ее фильмографии. Мама никогда не рассказывала про те фильмы. Стеснялась. Настолько там был жуткий уровень. Она говорила, не спрашивай меня про 20-е годы. В то время я была просто ничто. Но Марлен держала Марку. Ходила в мужских костюмах, курила сигары. Настоящая звезда. А ведь ей едва хватало денег на койко-место в крошечной квартирке. Она упрямо верила в свой счастливый шанс. Хотя в реальной жизни сталкивалась лишь с неудачами. Знаменитости, под окнами которых она пела серенады, вызывали полицию. Человек, за которого она вышла замуж и родила дочку, изменил ей с ее же подругой. А уйти было некуда. Жизнь превращалась в кошмар. Но, как всегда, в моменты отчаяния судьба словно озаряется счастливым случаем. Знаменитый немецкий режиссер Джозеф Фонстрендер попал на выступление Марлен в Кабаре по чистой случайности, перепутав дверь с располагавшимся по соседству кинотеатром. Вместо фильма он увидел поющую и танцующую Марлен. Молодая мама и несчастная жена так она подрабатывала в тяжкие годы между двумя мировыми войнами, чтобы прокормить ребенка. Он как раз искал именно такую актрису для своего звукового фильма «Голубой ангел». Певичку в Кабаре с низким грудным голосом. Когда Джозеф подошел к Марлен после шоу, она не могла поверить в происходящее и повторяла, что совсем не умеет играть. Но Джозеф ответил, я верю своим собственным глазам. Вообще я планировал ее роль как второстепенную, но сразу понял, да, она бриллиант. И переписал роль, сделав ее главной. Фактически Джозеф и создал экранный образ, который Марлен принесла через всю карьеру. Гордой роковой аристократки, которая знает цену роскошной жизни, потому что попала туда из самых низов. Фильм «Голубой ангел» вышел сразу на два рынка – Германии и США. И Марлен буквально проснулась в одно утро американской знаменитостью. Все песни из того фильма стали настоящими шелягерами, которые распевали тут, на Бродвее. И, конечно же, когда Марлен пригласили в Америку, чтобы продолжать карьеру, она согласилась. США стали для Дитрих второй родиной. И здесь ее все называли не иначе, как наша Марлен. Да, Марлен Дитрих стала звездой Голливуда. Но в годы Второй мировой войны она приостановила карьеру и уехала в Европу петь на фронте, чтобы поддерживать боевой дух армии союзников. Она слишком хорошо помнила, как в молодости ее спасала именно музыка. И именно те фронтовые выступления она считала самым главным достижением, важнее сотен наград и мирового призвания. Как будто она отблагодарила судьбу за грандиозный подарок – тот самый счастливый случай. На этом будем откланиваться и желать вам легкого понедельника. Отличного настроения и прекрасного дня в продолжении желаем вам. Увидимся и услышимся завтра в это же время. В это же самое время. До встречи. Пока. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова